...по этому вопросу, очень сложному. Вот тут показания давали и без меня, и достаточно подробные. И, по сути дела, основная тема – это затронутая. Поэтому, когда я пройдусь по своему пониманию того, что связано с Кастанедой, рядом с ним, против него, понятно, будут затрагивать те же самые темы. Вот я начну с того, что Кастанеда, конечно, создал миф. Тут я согласен с Сергеем Ключниковым полностью. Миф – это не то, что создается каждый день. Понимаете, миф – это удовольствие, которое возникает раз в тысячу лет. Правда, последний миф возник недавно, лет 300 тому назад. Но на наших глазах он засыпает. Миф и не умирает, засыпает. Вот и легкий храп его, можно начинать слышать, постмодернизм называется. Когда все уравнивается, когда уравниваются все ценности. И все становится относительным. Понимаете, это смерть мифа. Ну, не смерть, а сон мифа. И здесь, по мере его засыпания, стал появляться новый миф. И Кастанеда, безусловно, создатель этого мифа. Хотя многие вещи происходят и рядом с ним. Ну, что такое миф? Миф должен нам ответить на несколько фундаментальных вопросов. Он должен сказать, что там внутри, что там снаружи. Вот и каков статус того, что здесь. Вот и он должен задать какие-то методы. Вот и методы тоже, они на самом деле колеблются между двумя пунктами. Между нашей свободой и нашей обусловленностью. И когда мы сталкиваемся с тем, что есть идея свободы, а свободы-то на самом деле нет, у нас возникает реакция на это дело. Это наша первичная травма сознания. Мы понимаем, что есть нечто самое ценное, оно выражено в словах, но его под рукой нет. И есть реакция на эту травму. Обычная, частая реакция. Знаете, здесь стокгольмский синдром, да? Когда террористы захватили заложников. Заложники полюбили террористов. Ну, пока их не убили. Нечто в этом роде происходит у людей, когда они говорят, что свободная воля – это иллюзия. Что на самом деле все обусловлено. Что мы находимся в жесткой сетке причинно-следственных отношений. А все остальное – это выдумки. Это бегство. Бегство от этой идеи. Настоящее движение начинается тогда, когда мы говорим, да, свобода есть, ее просто нужно суметь достичь. Даже если ее нет, значит ее нужно сделать. В любом случае, потому что это самое ценное, что у нас есть. И тогда у нас начинается движение в ту сторону. И вот каждый раз, когда мы сталкиваемся с мифом, в том числе с Кастанедовским мифом, мы наталкиваемся как раз вот на это движение туда. А движение туда – это куда? Движение в те координаты, которые говорят нам, что там внутри, по большому счету. Есть методы движения. Опять-таки по структуре они, как правило, похожи между собой. Важны их разные столкования. Миф на миф не похож, точно так же, как каждая из религий, она преследует свои задачи. Когда говорят, есть единая религия, есть много религий, но одна цель, один бог – это, конечно, неправильно. Каждая религия ориентирована на свое. И точно так же каждый миф, он тоже ориентирован на свое и дает свои очень разные результаты. Вот тот миф, который умирает, вот он не умирает в лгу, засыпает. Вот ее храбрь сопровождается тем, что мы наблюдаем сейчас. Идеями равенства всего, идеями того, что все лишено какой-либо ценности, идеями того, что нет иерархии. Все дозволено, мультикультурализм, сексуальные меньшинства и все остальное – это вещи, которые лишают нас структур как таковых. А миф заново должен эту структуру создавать. И вот когда мы начинаем это движение внутрь себя, с чем мы сталкиваемся? Мы сначала сталкиваемся с тем, что есть противоречие между идеей свободы и нашей обусловленностью, и с тем, что мир, который мы видим, он безусловно не полон. Что остается от мира, если вычесть из него вот те предметы, в которых мы находимся? Остается фон, то, что между предметами. Вот там, где у нас есть знание всего. Вот если мы будем воспринимать всю эту ситуацию как некий единый фон, мы здесь увидим, мы ничего не увидим, мы увидим все сразу. Не как перечень ситуации, а как то единое знание, которое у нас присутствует. А дальше мы сделаем скачок, и это скачок действительно, когда мы перейдем к тому, что лишено каких-либо чувственных проявлений. Вот там, где есть у нас понимание. Вот здесь вот мы и сталкиваемся с этим первым феноменом, когда мы должны прыгнуть туда, где нет ничего, и тем не менее в этом ничто обнаружить определенную активность. Вот когда мы говорим о действии, которое предшествует действию, о намерении как таковом, вот мы говорим о том, что есть некоторое состояние, нечто предшествующее любому нашему организованному действию. Вот это вот и есть, по сути дела, первая задача любой практики и первый скачок, который происходит туда. Для этого есть свои методы. Вот когда здесь мы говорим об остановке внутреннего диалога, то я могу сказать, что это не совсем то, что часто понимается под этим. Это не значит, что нужно достичь внутренней успокоенности, внутренней тишины и прекратить внутреннюю болтовню. Вообще-то у нас внутри не внутренний диалог, внутри у нас внутренний монолог. Мы ни с кем не разговариваем внутри, мы какие-то вещи начинаем проговаривать, вот и не более того. Диалог возникает потом, вот понимание диалога, когда мы постоянно воспроизводим мир в тех формах, которые нам известны. И у нас начинается движение в ту сторону, где вот этого процесса воспроизводства нет. Это смысловой слой. То есть там, где у нас есть смысл, там, где есть понимание, но там, где у нас отсутствуют какие-либо проявленные организованные формы. Сделать это сложно, но каждому советую попробовать выбрать, допустим, для представления один из семи, двадцати цветов, и остановиться на фазе выбора. То есть не тогда, когда вы этот цвет уже создали, а тогда, когда у вас есть только намерение создать. И постараться отличить, в общем-то. Один цвет, которого выбрали, а другого цвета. Вот тогда вы столкнетесь именно с этим фундаментальным переживанием. То есть есть фундаментальные переживания некой реальности, в которой отсутствуют наши обычные процедуры развлечения. Вот и вместе с тем она есть. И она является основой того, что мы делаем. Более того, с этого момента, когда у нас приходит понимание этого слоя, мы начинаем понимать, что вот это странное наше состояние, в котором не мы говорим, а что-то говорит через нас. То есть когда мы общаемся, что-то через нас говорит. Когда нам задают вопрос, это же не мы отвечаем. Мы фиксируем факт ответа. Что всё это формируется там, в этом смысловом слое. Вот его осознание является первым шагом, безусловно, к нашей свободе. А дальше остаётся только лишь одно. Пробудить нашу свободную волю, которая создаёт и смыслы, и цели, вот и у которой нет причин, у которой нет никаких оснований. Вот когда мы достигаем этого пункта, вот тогда мы сталкиваемся, во-первых, с фундаментальными выборами. Вот я не берусь обсуждать, какой выбор был сделан Кастанедой на этот счёт, но выбор, он предполагает, у нас три возможности. Четвёртую на них никто не описал. То есть наше сознание, либо оно активно и всё создаёт, вот тот фундаментальный сдвиг, который происходит сейчас. И, кстати, сказать, ещё многие главы Кастанеды, они направлены именно на формирование вот этого мира активного сознания, на мир, который мы создаём и конструируем, на переход от понимания мира, от выяснения того, на чём он основывается, что он есть, понимание того, как он делается. Вот это фундаментальный переход. У этого есть свои параллели, есть параллели в философии конструктивизма. От Глазерсвельда до Сергея Дальсюка, который дал самое организованное и последовательное описание конструктивной концепции. Понимаете? Но для того, чтобы этого достичь, необходима определённая практика и ежепоследствия этого дела. И вот мы достигли то состояние, и состояние активности противоположно состоянию отражения. То есть сознание отражает, оно активно создаёт, но вместе с тем оно и отражает что-то. Вот этот момент выбора, мы принимаем активную сторону или отражательную, да, это фундаментальный выбор, причём он не зависит от личных усилий человека. Это то, что отражает его природу. Человек не выбирает, он узнаёт себя. Ну и третий вариант, когда мы ограничиваемся только существованием нашего необусловленного сознания. То есть тогда, когда любые модификации, и активные, и отражательные, они представляют собой такое же насилие над нашим сознанием, ну, как и всё остальное, то, с чем мы сталкиваемся. Вот возвращаясь оттуда, совершившись свой выбор, мы как бы заново реконструируем мир, и только тогда мы начинаем ясно осознавать, что конструкция мира может быть и другой. Вот это тоже важная вещь, которую сумел сделать Кастанеда, принести наше осознание именно этот подход. Мы начинаем осознавать, что время от времени в мире происходят некоторые события, которые не совсем укладываются в нашу схему. Мы их отрицаем. Тут сумерки, трещина между мирами. Это великолепная метафора, которая говорит, что на краю нашего сознания, вот там, где сумерки наши переходят куда-то туда, вот там у нас возникает странное явление, которое говорит о том, что не всё так организовано, как нам кажется. Там есть нечто, некий мир совершенно иной, о котором мы ничего не можем сказать. Вот я склонен отождествлять то, что Кастанеда называет нагувалем с этим миром. Его когда-то называли материей. Я бы его назвал, быть мой кромешный, поскольку это то, о чём сказать ничего нельзя. И то, что является источником нашей обусловленности. То есть, вернувшись от состояния свободы сюда, мы должны понять, о чем же объясняется наша обусловленность. И там и создаём этот конструкт. Правда, когда я с Синдзюком, Синдзюк, в общем-то, это человек, который, я считаю, сделал следующий шаг после Кастанеды, когда он миф превратил методологию, определённую методологию работы. Когда мы с ним обсуждали, является ли нагваль вот этой самой тьмой и кромеш, у нас возникла маленькая разногласия. Всё, в точке зрения, нагваль это всё вокруг. Всё, абсолютно. Сверху, снизу. Мне всё-таки это представляется, что это вот именно вот то, что обуславливает нас. И когда мы спускаемся сюда, у нас возникает тоже несколько выборов. Действовать тут, вот или пытаться уйти туда. Вот, по сути дела, определённая магия, которая стоит, за многими вещами, которые прослеживаются в Кастанеды, это уйти туда. Потому что то, что рядом, оно начинает проявляться не только в наших обычных восприятиях, но оно начинает проявляться в очень странном ощущении. Вот как у Ницше сказано, если долго выглядываться в бездну, бездна начинает вглядываться в тебя. Я могу сказать, что вот некоторые практики, они, безусловно, подводят к тому, что бездна начинает смотреть. Вот у нас в наших занятиях, я всегда привожу этот пример, был парень, он с Любомиром, из Львова, он говорил на украинском языке, и вот как-то после определённой практики он подошёл и говорит, «В мене была пропозиция с того боку, предложение с той стороны». И это бывает, это отнюдь не единичный случай. Это не то, что что-то смутное, страх появился. Это вот то иное, что проявило себя. То, что мы не можем увидеть, то, что для нас всегда остаётся тайное. Вот этот момент взаимоотношения с тайной, кажется, это какая-то фундаментальная струнка, которая пронизывает всё творчество Кастанеды. Что делать с этой тайной, которая по ту сторону? Как пройти туда, внутрь себя, в общем-то, это более-менее понятно, хотя это сделать невероятно тяжело. Но что делать с той реальностью, которая здесь рядом, как сделать шаг туда? Вот это, безусловно, проблема, которой он был, безусловно, озабочен. Вот то, что рядом, оно проявляет себя на краю нашего сознания, в этих сумерках, где происходит всегда нечто такое, чего быть не может. Если есть время, я расскажу весёлую историю. Весёлую историю всегда. Да, как я наблюдал, я увидел событие, которое не может быть. Ну, вы знаете, есть такое утверждение, что незаряженное ружьё иногда стреляют. Когда люди обращаются с оружием, то есть правило обращения. Вы всегда ствол, даже если он незаряжен, направляете, никогда не направляете на человека, если он не является вашим врагом, естественно. Года два с половиной тому назад мой товарищ, Марат Мусин, совершенно героический человек, могу сказать, вот он половину своей жизни проводит как профессор, он преподает, в общем-то, а половину жизни он работает во всяких точках. Он работал в Ливии, он сейчас работает в Сирии, он работал на Украине, где каждый день, в общем-то, он связан с определённым риском. Вот он пригласил меня к себе в гости в Сирию, там у него... В Сирию? Да. У него там агенция, Анна Ньюс, в общем-то, достаточно известная сейчас, это агенция, она работает именно там. А поскольку ситуация в Дамаске, она частично контролировалась с правительством, и сейчас еле-еле контролируется, всякого рода неприятности бывали, у Марата, в его группе бывали неприятности, нам на всякий случай раздали оружие, пистолеты местного производства. Но их нужно проверить. Ну, как проверяется, главное, чтобы его не заело. Вы выщёлкиваете все патроны, которые есть в обойме, ещё раз передёргиваете затвор, убеждаете, что ничего нет, всё. Эта штука работает. Наш переводчик, как положено, передёргивает затвор, ничего нет, с узковой крючок нажимает, вставляет обойму 8 патронов, выщёлкивает все 8 патронов, ещё раз, норма, так сказать, пистолет направлен в сторону угла стены и пола, ещё раз, передёргивает, щелчок, всё нормально, и уже совершенно свободно, понимая, что там ничего нет, зачем-то его передёргивают ещё раз, уже не направляя его никуда, раздаётся выстрел. То есть на наших глазах случилось то, что там, ну, понимаете, кто понимает механику оружия, поймёт, что там ничего не могло быть в принципе. Но, тем не менее, это случилось, пуля прибывает, раритетный диван, на котором спал первый президент Сирии. Вот, и, естественно, это вызвало сильные переживания у моего коллеги. По этому случаю, мы с ним выпили по 100 грамм местной водки, от 57-градусной водки, и пришли к выводу, что мы были действительно свидетелями появления чего-то из ничего. В этом случае мы выпили ещё 100 грамм. Вот, и пришли к богословскому выводу, что творение продолжается на наших глазах. Тогда мы выпили ещё по 100 грамм, вот, и наш переводчик, он сказал, Аллах Велик, он творит из ничего боеприпасы для сирийской армии. Вот это вот весело-весело, лучше к таким вещам относиться весело, понимаете, потому что, когда мы начинаем относиться к ним слишком серьёзно, то мы должны вздрогнуть и понять, что рядом с нами действительно находится вот нечто совершенно иное, к которому нормальный человек должен относиться с чувством некоторой жути. Вот эта вот работа с этой жутью, это то, что пронизывает, конечно, творение Кастанеды. Страх, ужас, вот эти переживания, которые там идут постоянно. Это не та ясность и чистота сознания, которые бывают при внутренней работе. Ужас возникает не тогда, когда вы погружаетесь внутрь себя и идёте вот к этим высшим слоям, не обусловленным слоям своего сознания. Ну, сознание как такого, там нет своего, чужого, вот всё меняется. Жуть возникает тогда, когда вы начинаете работать с тем, что рядом. И вот это соединение того, что внутри, того, что рядом, и акцент на работе того, что рядом, у меня представляется сердцевиной Кастанедовского мифа. Ну, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое, Олег. Да, действительно, как говорил... Спасибо.